Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 1.4.7, в котором мы научимся настраивать интерфейсы на роутерах. Давайте приступим. И давайте сразу же посмотрим, что у нас в инструкциях. Первое, что нужно увидеть, это то, что у нас есть пароль Cisco для режима Execute и у нас есть пароль Class для режима Privilege Execute, привилегированный режим настройки. Давайте посмотрим. В части 1 мы будем настраивать IPv4 адресации. За IPv4 у нас отвечает вот эта вот ветка сети. За IPv6 у нас отвечает вот эта ветка. Сейчас мы даже можем видеть здесь IP-адреса формата IPv4, здесь IP-адреса формата IPv6. Давайте приступим. Нам нужно посмотреть на таблицу адресации и настроить R1 и настроить ему LAN-интерфейсы. У каждого из наших роутеров R1 и R2 у нас есть по два LAN-интерфейса. Вот первый, вот второй. И вот опять-таки первый, второй. Давайте откроем R1 и настроим их ему. У нас спрашивает пароль, пароль Cisco. Мы попали в наше устройство. Вводим команду enable, команда class. Вот. И теперь приступим к настройке. Нам нужно настроить интерфейсы chi0.0. Сейчас мы вот наведем. Вот. chi0.0. И chi0.1. Вот. Появилось. Откроем R1. Вводим conf.t. Далее интерфейс или просто int сокращенно chi0.0. И смотрим по таблице адресации IP-адреса этого интерфейса. 172.16.21. Ctrl-C. Вводим команду IP-адрес. Можно нажать таб, чтобы не прописывать слова адрес полностью. И вставляем наш IP-адрес. Обратите внимание, что если мы нажмем Ctrl-C, мы просто выйдем из этой команды. Давайте. Ctrl-C. И мы выходим. Поэтому нужно пользоваться вот этими кнопками. Возвращаемся назад. Conf.t. Intchi.0.0. Face. IP-адрес. 172.16.21. Далее нам нужно указать маску под сети. Но маска у нас указана не стандартным способом, а с помощью префикса. Так как эта команда не воспринимает префикс, нам нужно перевести ее в стандартный вид маски. Слэш 25. Это 255. 255. 255. И в конце 128. А число 25 показывает, что у нас в нашей маске 25 единичек. Enter. У нас наш IP-адрес настроился, и мы видим, что у нас добавились проценты выполнения задания. Значит, нам нужно включить наш интерфейс. Так как мы видим, что он красный, и он, скорее всего, выключен. No shutdown. Enter. И, как видите, у нас красные треугольники стали зелеными. Это означает, что тут у нас уже есть соединение. И все работает. Нажимаю Ctrl-C. Conf.t. Теперь будем настраивать интерфейс ng0.1. Он находится у нас вот здесь. Чтобы не переписывать эти же команды еще раз, я нажимаю стрелочку вверх. Так. Вот интерфейс ng0.0. Меняю это на 1. Enter. Далее настроим IP-адрес. Он почти такой же, так что я тоже возвращаюсь к предыдущему. И у нас был первого 1. Тут у нас 129. 129. Маска такая же, потому что префикс совпадает. Enter. И также команда no shutdown. Enter. Все. Эта часть у нас настроена. А в задании указано, что серийные интерфейсы уже тоже настроены. И вот серийный интерфейс уже тоже окажется зеленым. И все окей. Теперь давайте протестируем наше соединение между устройствами. Открываем pk1. Desktop. Давайте отсюда скопируем IP-адрес pk1. Мы пока не можем скопировать, потому что мы еще их не настроили. Вот в чем проблема. Мы открываем pk1. И вот смотрим IP-адрес нашего устройства. 172.16.20.10. Составляем. И маска тоже slash 25. Поэтому 255.255.128. И что у нас осталось? Default gateway это IP-адрес нашего R1. Копируем. Секунду. У нас pk1 соединяется с помощью G1.1. Копируем вот этот IP-адрес. Контроллер. Готово. Можем закрывать. Увидим, что у нас 45% выполнения. Открываем dc2. Desktop. IP Configuration. И повторяем эти же команды. Не команды, а действия. Default gateway мы настроили шуф по умолчанию. Дальше настраиваем IP-адрес нашего PC2. Вот он. 172.16.20.138. Копируем. И default gateway также нужно 255.128. Он тут везде по всей сети одинаковый. Готово. Закрываем. У нас 50% выполнения. То есть мы полностью закончили с работы с вот этой веткой. Остальные 50% попадают на это. Но давайте все-таки проверим, будет ли проходить пинг с одного компьютера на другой. Если все будет работать, то значит мы настроили все правильно. Что, скорее всего, так и будет. Откроем командную строку. Пинг. И вводим IP-адрес устройства. Так как мы открыли компьютер PC1, нужно пропинковать на PC2. Вот IP-адрес его. Ctrl-C. Paste. И ждем несколько секунд, пока наш пинг сработает. Первый запрос тайм-аут. Но так бывает. То есть первый пакет иногда может теряться. Значит все окей. Но все-таки наш пинг success. Отправлен на 4. Получен на 3. Все окей. Если мы проведем пинг еще раз, то, скорее всего, у нас с первого пакета будет все работать. Если захотите, вы можете повторить то же самое с PC2 и пропинговать на PC1. Но я уже не буду тратить на это время. Откроем вторую ветку. Командная строка. Пароль Cisco. Дальше enable. Пароль класс. Готово. И давайте настроим IPv6 адресацию и проверим также соединение. Чтобы настроить, вводим conf.t. В режим конфигурации. И прописываем команду, чтобы перейти в наш интерфейс. Первый настраиваем G0. Интерфейс. Gigabit Internet. 0. Слэш 0. IPv6 адрес. Address. И копируем IP-адрес нашей таблички. Это у нас R2. Вот он. Gigabit Internet 0. IP-адрес вот у нас вот такой. Копируем. Вставить. И маска под сети у нас слайд 64. Она так и прописывается. Готово. Все работает. Также нам нужно включить интерфейс, так как он выключен. No shutdown. No shutdown. Готово. Следующий интерфейс у нас G0.1. Я опять-таки пользуюсь стрелочкой вверх. И указываем IP-адрес уже для второго. Ctrl-C. Paste. Слэш 64. У IPv6 адреса маска указывается просто с помощью префикса. Окей. Двигаемся дальше. И опять-таки serial interface S001 у нас уже настроен. Так, почему у нас красный? Мы не включили наш интерфейс. No shutdown. Готово. Смотрим. Все интерфейсы у нас горят зеленым. Все. Окей. Теперь у нас осталось настроить PC3 и PC4. Откроем первый компьютер. Desktop. IP-конфигурация. И смотрим по нашей таблице адресации. IPv6 адрес нашего устройства. Ctrl-C. Ctrl-V. Ничего сложного. Слэш 64. Готово. И IP-дефоллт-гитовый у нас. Это IP-адрес нашего роудера. Мы соединяемся к PC3 с помощью G0. 0, насколько я помню. Сейчас проверим. Наводим на треугольник. G0. 0, а тут чинер 1. Да, чинер 1. Окей. Значит, кран PC3. И копируем IP-адрес нашего порта на R2. Доход готовый. Закрываем. Готово. Открываем PC4. Десктоп. IP-конфигурация. IPv6 адрес. Ой, я, наверное, скорее всего, сделала ошибку с дефолт-гитовым. Сейчас мы проверим. Давайте настроим сначала PC4. CTRL-C. CTRL-V. 164. И дефолт-гитовый у нас, скорее всего, вот этот. Сейчас проверим. Закрываем. 98. Значит, вот тут. Тоже дефолт-гитовый. Вот этот. Да. CTRL-V. Все. У нас 100%. Давайте пропингуем. Удостоверимся, что все работает. Пинг. И пингуем уже на IPv6 адрес нашего устройства PC4. Копируем. Paste. И с первого пакета у нас все работает. Пинг проходит успешно. Задание выполнено на 100%. Думаю, восторжится, получилось. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok